Совершенствование правил дорожного движения в целях повышения безопасности граждан – мировынужденная необходимость применения которой продиктовала сама жизнь. К сожалению, несмотря на большую профилактическую работу, которую проводят сотрудники госавтоинспекции, желающих пошутить с законом немало, как среди водителей, так и в рядах пешеходов. Однако печален тот факт, что в большинстве случаев из-за халатности взрослых страдают юные участники дорожного движения. В связи с этим одним из наиболее существенных нововведений является использование специального устройства при перевозке детей в возрасте до 12 лет. Вступает в законную силу как благо государства, который вводит ряд изменений в правила дорожного движения Республики Беларусь. Основной акцент делается на правиле перевозки детей в салоне транспортных средств, то есть детки в возрасте до 12 лет, за исключением. Если рост ребенка составляет свыше 150 сантиметров, и это не автомобиль, такси, дети должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующие росту и весу ребенка. С 16 января специальное детское удерживающее устройство из рекомендательной меры переходит в разряд обязательных. И если раньше при встрече с сотрудниками ГАИ водителю просто советовали приобрести специальное кресло, то теперь взрослая халатность будет наказуема. Нововведение вызвало большой резонанс. Как должно выглядеть удерживающее устройство? Сотрудники ГАИ дают на вопрос обоснованный ответ. Очень много вопросов поступает в адрес госавтоинспекции, как перевозить детей все-таки, если их, например, 2 или 3. Здесь ситуация будет различная. То есть, как бы, настоятельно рекомендуется в возрасте до 5 лет, это использовать автокресло либо автолюльки. С 5 лет ребенка можно перевозить в автомобиле транспортного средства уже с помощью любого детского удерживающего устройства, различные модификации, которые, самое главное, соответствуют его весу и росту. Еще одно автомобильное нововведение актуально как раз в холодную пору. С 1 декабря по 1 марта использование зимних шин на транспортных средствах также станет обязательной мерой. Отметка ниже нуля вносит определенные коррективы в жизнь автомобилистов. Гололед и снежные заносы ставят под угрозу не только техническое состояние автомобиля, но и жизни людей. Зимние шины изготавливаются из более мягкой резины, которая сохраняет гибкость даже при низких температурах. Их установка позволяет сделать более безопасным передвижение автомобилиста по дорогам даже в плохую погоду.